Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Рассталась с парнем, он начал отношения с другой, живём в одном районе, столкнуться с ней большая вероятность, причём не раз. Есть ревности и обиды, как перестать переживать по этому поводу. Ну, смотрите, что здесь сразу бросается в глаза. Да, судя по вашим словам, вы, вы получается, как вы сами расстались с человеком, если я правильно вас понял, и сами же теперь чувствуете обиду и ревность. Это первое противоречие, на которое мне бы хотелось обратить ваше внимание, как минимум. Второй момент, значит, ревность и обида, которую вы чувствуете вследствие того, что, ну вот, вы на свой счёт, получается, восприняли то, что вы расстались с молодым человеком, да? То есть, ну вот, вы с ними расстались, да? И как-то вот у вас получается, что вы воспринимаете это на свой счёт. То есть здесь задействована некая, ну, ваша личность, тело вашей личности здесь присутствует. Вот. А само собой нужно, на мой взгляд, обратить внимание на это. То есть обратить внимание на то, как вы оказались задействованы в этой расставании. То есть, как вы себя в этом расставании, получается, обесцениваете, как вы себя в этом расставании, получается, бичуете. Вот. Ну, если бичуете, ну, понятно, что вы себя, вы себя, скорее всего, бичуете как-то вот. Как-то обесцениваете, как-то вот гнобить себя. Вот. Поэтому тут надо посмотреть, посмотреть на это. Вот. Вообще расставание, ну, любое расставание, это, конечно, травма. Да. Вот. И вам, ну, вот, эту травму, да, вам нужно, конечно, пережить. Вот. Здравствуйте, юно. Окей. Вот. Выразить это, собственно, более обиду на человека. Вот. 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 И прийти к некому, некому такому единому восприятию и единому отношению, что ли, к себе. В этом контексте, вот, который вы описываете, так я бы сказал. С точки зрения психологии, да, и с точки зрения психотерапии. Вот. Как-то так. Избавляться от обиды не нужно, именно избавляться, потому что обиды – это результат ваших некоторых переживаний. И, соответственно, о чем это говорит? Это говорит о какой-то части вашей личности, которую вы, судя по всему, упускаете из виду. Когда речь идёт, например, о мужчинах, да, то есть, вот. Как-то вы, человека, ну, получается, ставите важнее, ставите человека и, как важнее делаете человека, важнее себя. Вот. Каким образом это происходит, очень, ну, очень важно увидеть, потому что от этого зависит, собственно, то, как вы будете выстраивать дальнейшие отношения. Ну, в целом, вот в целом, то, что сейчас я хотел бы вам сказать, да, вот какое у меня сложилось впечатление, это то, что вы, то, что вам не хватает именно, вот, ну, проживание своих эмоций, которые есть. Вот, проживание своих чувств, которые есть. То есть, ну, вот, есть такое ощущение, что, что вы, как-то зажимаете свои чувства тут. Какое чувство, какое ощущение есть у меня. И если это так, если это правда, если правда вы зажимаете свои эмоции, свои чувства, то, наверное, вот, как раз-таки начать нужно именно с того, чтобы их выражать и понять, а что вы вообще чувствуете, вот. Что вообще вы ощущаете в этот момент, сейчас. вот, если вы, к примеру, ну, допустим, допустим, если вы что-то потеряли, да, то есть я скажу вот, обиденную потерю здесь у вас идет, то это потеря чего? То есть, ну, вот, что в молодом человеке вы потеряли для себя. Вот, да, ну, может быть, вот с его уходом вот что-то потеряли опять же. То есть, это вот такой момент, на который, как мне кажется, нужно обратить вам свое внимание. И, соответственно, уже вот исходя из этого нужно вам двигаться, на мой взгляд, по крайней мере. Вот как-то, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот, я надеюсь, что, надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Вот, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Да, желаю вам удачи, всего самого доброго, обращайтесь.